всем привет зашли в магазин вкусвилл купили паштет по-испански сейчас тоже расскажу о нем ну и вообще что я скажу про вкусвилл просто я вкусвилл не люблю потому что они меня обманули очень сильно один раз я зашел туда в магазин спрашиваю у вас есть энергетики они говорят нет они говорят у нас магазин здоровой еды ну то есть все нормально у них магазин здоровой еды но в то же время там продается пиво поэтому я спросил есть ли у вас энергетики блин и после этого я вот этот вкусвилл терпеть не могу уже зачем меня они обманули что говорят что это здоровая еда если там продаются пивасы на энергетиков нет ну я поэтому вкусвилл обычно не очень нахожу к тому же и макароны там тоже такие я очень люблю просто макароны а там они откуда привезены и короче не для меня вот ну купили там вот такую вот штуку а еще кстати в вкусвилл почему-то все продукты в основном их производства такой как фермерский магазин такой чисто ну типа великолужского на великолужский скоменалишь похоже что там продается все и их него производства так дальше ой какая неудобная банка это у нас изготовитель краснодарский край краснодарский край хорошо думал это москва так паштет из тофу по-испански из тофу а что такое кстати тофу я не знаю что такое тофу продукт соевый тофу соевые бобы вода питьевая маска подсолнечная большого качества томаты сушеные ну в общем короче это это пахнет кабачковой икрой как будто кабачковый икрадос не вкусно но просто кабачковая крада сто шестьдесят рублей ну я думаю маленькая баночка сколько обычная кабачковая сто сто десять раз так обычно то стоит без распродаж берем но сразу говорю видно коропление масла сверху ну такие точки из-за этого а что по калорийности кстати она вообще диетическое или нет потому что вот рыбки допустим когда вы идете на рыбалку всякие там кураси и всякие карпы они же вегетарианцы но они набирают прям такой вес больше чем хищники но хищники понятные надо охотиться 368 килокалорий качать дофига ну нифига это не калорийный недавно не пахнет приятно реально пахнет как либо кабачковый либо баклажановой икрой но на вкус да вы знаете похоже чем-то на вот эту спаржу которая продается такая квадратная перемолотая и с добавлением пеции еще других не на самом деле не приятно только не знала с чем есть если конечно на бутерброд с маслом наносить то тоже мне кажется было бы очень вкусненько не скажу что это плохо не скажу что это совсем уж очень хорошо солененько по вкусу как кабачковая икра по консистенции как какая-то нутелла или вот эти пасты знаете такие только не сладкая вот такая консистенция какой-то пасты как будто вы едите в общем на кусок батона подойдет хлеб не знаю на хлеб наверно наверно подойдет потому что для обычного кисленький вот поэтому не мне понравилось я не скажу что мне не понравилось очень обычно прикольно поэтому по баллам я поставлю 8 баллов сниму только баллы за ценник потому что за еду похожую на кабачковую кру 160 рублей там что же совсем дороговато потом еще поставлю минус за это масло поступает в принципе все короче 8 баллов на самом деле один там два раза взять такое можно попробовать покушать ничего плохого в этом нет в общем урбеч вот это это чисто как урбеч только со вкусом этого со вкусом кабачковой икры ну запахом кабачковой икры и урбеч там смесь урбеча как он с перцем там еще с чем-то а урбеч там из каких-нибудь этих семечек короче это чисто урбеч вот так бы ну даже больше было бы название не паштет из тофу а урбеч из тофу вот и все ну или урбеч из соевых бобов чего-нибудь такого спасибо вам за просмотр пишите на канал обязательно поставьте палец вверх пока пока